добрый день дорогие друзья 50 тысяч квота на жениха вопросительный знак тема этого небольшого видео размышления и я подумал что это интересная тема для многих людей потому что когда дважды я слышу одно и то же то я стараюсь задуматься и проанализировать это и речь пойдет о том что два человека женщина и мужчина в разное время в разных местах мне сказали о том что вот 50 тысяч это тот минимум заработной платы при котором мужчина имеет право внимание имеет право заводить семью или образовывать семью и конечно же я не согласен с этим утверждением и вообще не согласен с тем чтобы вводили определенные какие-то квоты на образование семьи но когда враг работает он вкладывает в сердца и в разум людей определенные заблуждения эти заблуждения духовные потом выражаются и в материальном этом мире дело в том что в начале кассирша одного из банков женщина как-то рассказала мне что волнуется за своего сына которому настала пора жениться и она переживает за то справится ли он с тем чтобы зарабатывать хотя бы 50 тысяч для того чтобы содержать свою семью я спросил ее а если у него не будет такой возможности он что не должен образовывать семью и она сказала нет но кому нужен и недавно я разговаривал фитнес-центре с другим человеком ему примерно лет 40 и он также выразил мнение о том что сегодня мужчине которые образуют семью необходимо как минимум 50 тысяч для того чтобы содержать свою семью удивительно то что средняя заработная плата в северной осетии там где я сейчас проживаю составляет 29 тысяч рублей и если представить мужчин возрасте от 18 условно до 40 лет которые сегодня работают то я не думаю чтобы половина из них могла зарабатывать 50 тысяч рублей думаю что это процент будет значительно меньше и в то же время я думаю сколько молодых мужчин из-за дефектов здоровья а также болезней или духовного или физического плана не имеют возможности образовать семью сколько мужчин из-за своей внешности комплексуют и не заводят семью и и сколько же тогда останется а если еще ввести квоту о том что 50 тысяч это минимальная значит проходная возможность для создания семьи то окажется таких людей совершенно крайне мало думаю что это не богоугодная тема размышлений и в какой-то степени фашизм имеет право и ставить материальные условия и преграды для на пути создания семьи когда-то в 1901 году мой дедушка с двумя родными братьями уехал в начале в германию гамбург оттуда на аляску и в течение восьми лет они мыли там золото искали его это были времена джека лондона и затем двое из троих братьев вернулись назад один женился остался в америке и у моего дедушки была нужда он тоже хотел жениться и в то время платили не приданная а колым плату родителям за невесту и колым в то время плата была составляла 200 рублей это в северной осетии во владикавказе собрались люди и рассуждая о норме колыма ввели такую квоту 200 рублей средняя заработная плата рабочего в то время составляла 29 рублей и 1 рубль он равнялся 0,7 граммов золота что можно было купить на 1 рубль в то время это примерно 25 буханок хлеба на 1 рубль можно было купить 6 половина килограмм молодого картофеля или 20 килограммов старого на 1 рубль можно было купить 20 яиц или 2 килограмма творога и конечно же у многих людей денег таких не было и они уезжали за границу представляете сколько тысяч километров до аляски чтобы там в течение 8 лет работать и откладывать деньги для того чтобы человек женился и сегодня когда в стране есть определенного рода не устройство когда есть социальная дисгармония и пропасть между богатыми бедными огромная то многие люди они закомплексованы и они не могут образовывать семью чисто по финансовым вопросам потому что их заработная плата условно составляет 20-25 тысяч рублей и им внушают что оказывается проходной балл для того чтобы стать мужем составляет 50000 рублей это недопустимо размышляйте вы об этом в комментариях напишите ваше мнение а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания